Я сопереживал действиям на Майдане с самого начала Майдана еще в 2004 году. В 2000 году я состоял в сопротивлении движения ЗУБР, сопротивление диктатуре Лукашенко под названием движение ЗУБР. Я участвовал в этом движении до тех пор, пока оно не перестало существовать. Но когда видел развал изнутри, я просто решил действовать самостоятельно, так как дух, который в движении сопротивления ЗУБР был, я воспринял с радостью, потому что перемены и изменения какие-то в жизни должны происходить, с несправедливостью надо бороться. Если с ней просто соглашаться, то превратившись во что-то тупое. А зачем быть не тем, кем ты есть? И поэтому я сопереживал изначально всем событиям, которые происходили здесь в Киеве. Киев я полюбил с детства, когда первый раз еще поехал сюда. Эта первая поездка запомнилась так, что ее ярко помню и сейчас. При въезде в Киев с поезда я увидел золотые купола, это меня очень впечатлило. Потому что в детстве это не выразить, это яркое чувство. Ноги были пожжены, но лазили по полю, короче, а там ребята выкопали штабы. Ну, поигрались, поигрались. Ну, естественно, чем заканчивается война, но эти штабы, то есть коммуникации, то есть блиндажи и так далее, которые можно было уничтожить, в общем, все придали огню. Ну и в общем, кто смелый, тот лазил по остаткам пепелища. Ну, это ж как всегда. То есть, ну, кто последний, тот герой, это ж, ну, естественно, так ведь. Ну, и в общем, провалилась нога, обжег немножко и с обожженной ногой приехал сюда в Киев и никак это не портило мне впечатление от экскурсий по этому городу. Впечатления эти были настолько яркие, что даже температура там под 42 не могла это загасить. Вот, то есть Киев я запомнил с детства и сопереживать ему, видимо, это по душе было. После этого я приезжал сюда и после перестройки, когда произошел развал Советского Союза. Это был приблизительно 93-й год, я предполагаю так. А может быть, да, 93-й. 92-й, 93-й, сложно сказать. Еще купоны тогда были здесь. Тоже очень яркие впечатления от этого города, потому что тогда как раз я занимался активно поиском и совершенствованием себя, изучая вьетнамское национальное искусство борьбы принят нам. Благодарю учителей за это знание, которое они сохранили и передают дальше людям. Ну и далее я просто сопереживал, когда все эти действия в Украине начали происходить, потому что украинцы помогали нам тогда, когда мы зубрами выходили на Октябрьскую площадь, захватывали дом профсоюзов и так далее. Украина нас поддерживала и дух Украины мы чувствовали в себе. Это как дух святой. Это не дух Украины, это дух святой, если по сути дела. Так это неправильно. Ну, выехать у меня не получалось тогда, когда Майдан начался, когда студентов, естественно, облили водой. Ну, кто же с этим может согласиться? Тем более, когда я сам на своей коже и на своем теле ощущал репрессии диктаторской машины, которая в Беларуси и существует, и в России, на данный момент, существует. Ломка духа человеческого не приветствует. Приехать сразу на Майдан у меня не получалось. Мать моя хворала тогда и говорила, если то поедешь, то переступи через меня, я лягу на пороге и так далее. Такое я себе даже в мыслях позволить не мог. Когда уже началась агрессия России в виде зеленых человечков, которые в Крыму начали захватывать территорию и так далее, тут уже с боевым духом и сделки совести неуместны. Приехали сюда, участвовали в составе батальона «Донбасс» в освобождении городов. Слава Богу, получалось.